Итак, для тех, дорогие друзья, кто почему-то вдруг забыл, кто у нас в студии гостит, напоминаем, у нас гостится Инхон Нымчелак, несравненная тувинско-австрийско-московская певица, которая исполняет технический джаз, однако джазовая певица себя не считает. И одним словом, слушайте сами. Прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ 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 ДЕБЕДЕЛЯ КОНЕЦ 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 Как вы из Тувы попали в Москву, а потом в Вену? Встретила музыкантов, которые занимались джаз-роком и пытались тувинский, народный или традиционный материал обработать в стиле джаз-рока. Вот так вот, в общем-то, путь музыкальный, профессиональный, певческий начался с такой случайной встречи, им нужна была певица с народным голосом, но с таким нестандартным народным голосом. Из этой затеи ничего, естественно, не получилось, потому что это был только 1975-1976 год, естественно, комиссии все, и Министерство культуры и так далее в Туве не могли этого, естественно, воспринять. Какие дальновидные, вместе с тем, музыканты в 1974-м уже были? Только они, по-моему, всегда были. Просто, может быть, не на гребне, просто им не повезло. Потому что я позже все-таки попала на гребень, а вот ребятам не повезло, они как-то так затерялись. Ну, 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 дальше. Значит, вот этот товарищ из отдела загранкомандировок, значит? Заметила и обратилась к ответственному лицу за конкурс, там я не знаю кому. И через моего преподавателя она, в общем-то, попросила появиться в Министерстве культуры СССР, принести свои документы, естественно, программу, там, там, необходимые, видимо, еще нужны были какие-то документы. Удивительно то, что там, то ли через 2-3 месяца, что ли, приходит ответ, и моя учительница говорит, ты знаешь, тебя приглашают в Испанию. Ой, о господи, при большевиках. По всем временам это было чудом, потому что, во-первых, я никогда не была в комсомолии, я этого больше всего боялась. Вот, ну, училась плохо. Историю партии плохо сдавала. Ну, не только, я, там нужно было, там же нужно клятву говорить, там. Надо бы поклясться, конечно, желательно накрыть. Ну, как я, и так далее. Люди входили формально, произносили, уходили, я думаю, ну, а зачем я должна вообще врать? Вот. Ну, естественно, ну, по многим параметрам я вообще не подходила. Такая была троечница, почти двоечница, такая дерзкая, резкая, непонятная. Сэн Хо, я прошу деть, сейчас мы должны прерваться на рекламу, и затем мы должны будем снова вернуться в студию, где у нас в гостях Сэн Хо, и мы узнаем, что было, собственно, и дальше. А сейчас реклама. Пожалуй, в студию, и у нас в гостях Сэн Хо Нымчалак. Как вы помните, это я знаю, что будет сенсация на завтра, ну, для кого-то. Так кто-то уже и прекрасно и знает, и помнит эту невероятную джазовую певицу, которая с таким же, с таким же правом, может быть, названа тувинской певицей, как и австрийской певицей. Бывают же такие на свете судьбы. Ну, Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Сэн Хо, вы, пожалуйста. Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Сэн Хо, вы, пожалуйста. Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Сэн Хо, вы, пожалуйста. Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Сэн Хо, вы, пожалуйста, спели бы нам чего-нибудь. Германия.